Здравствуйте! Инсульт, заболевание, пережить которое удается не всем. Это одна из опасных форм сердечно-сосудистых заболеваний. Последствия его могут быть необратимы. О том, как защитить себя и своих близких от инсульта, и возможно ли это, мы поговорим с Ниной Павловной Панюшкиной, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры нервных болезней, нейрохирургии и психиатрии, Института повышения квалификации специалистов здравоохранения Минздрава Хабаровского края. Здравствуйте! Здравствуйте! Что именно происходит в организме человека при инсульте? При инсульте происходит нарушение мозгового кровообращения, которое может протекать в нескольких видах. Один из видов – это кровоизлияние вещества мозга, и другой вид – это ишемизация, то есть обескровливание участков мозга. Те участки мозга, которые подверглись такому вот поражению, у них нарушается функция, которая может проявляться нарушением двигательной сферы, то есть руки, ноги могут быть парализованы частично или полностью, или, допустим, все мышцы, в какой-то степени, которые попали в участки, значит, инсульта вот этого, они могут нарушать свою функцию. Нина Павловна, а кто чаще страдает от инсульта? Гипертоническая болезнь, она приводит вот к инсультам, но причина гипертонической болезни, которые, вот, это могут быть ожирения, это может быть диабет, это различные, значит, стрессовые состояния. На фоне может быть генетической предрасположенности к сосудистым заболеваниям. Это может быть неумеренное употребление алкоголя и много других факторов. Дело в том, что причина не одна, а несколько соединяется, то есть это полиэтиологично, то есть несколько факторов сходятся в одной точке, и вот они вызывают инсульт. Давайте поподробнее остановимся на одном из них. Это стресс? Да, есть ряд заболеваний, которые входят в группу так называемых психосоциальных расстройств. Это вот к ним относится гипертоническая болезнь, инсульт, инфаркт, бронхиальная астма и ряд еще других заболеваний, возникновение которых значительную роль играет длительный, значит, длительный стресс. Причем стресс, может быть, стресс вообще-то это понятие так положительное, а то, что мы называем стрессом болезненным, это дистресс. Так вот этот дистресс, длительное накопление отрицательных эмоций, постепенно формирует в организме повышенный уровень адреналина и других нейромедиаторов, которые сужают сосуды и вызывают те или иные расстройства, то есть направлено на те слабые места, которые могут быть генетически уже предрасположены. Если в семье есть люди, страдающие гипертонической болезнью, вполне реально, что и их дети могут страдать гипертонической болезнью, но только при условиях дополнительных средовых так называемых психосоциальных факторов. Нина Павловна, можете назвать, получается, признаки инсульта? Если вот что-то случилось, вот инсульт, значит, может возникать онемение частей тела, там лица какие-то, там может быть ощущение слабости в конечности или в части конечности. Вот это может быть затруднена речь, смотря на какой участок воздействовал этот инсульт, и, значит, ощущение покалывания там в пальцах и так далее. Вот это легкие, но потом развиваются более тяжелые расстройства. Это так называемые порезы и параличи. Они могут быть с одной стороны, могут быть с двух сторон, смотря какой участок мозга пострадал. И человек не может двигаться руками, ногами. Это тяжелое состояние. Конечно, приводит к инвалидности и к душевным таким тяжелым страданиям. Ну, вот это такие расстройства. Нина Павловна, вот врачи говорят, что инсульт помолотел. С чем вы это связываете? Можно связать с экологией, с интенсификацией деятельности в молодости. В том, что люди перестали как бы себя щадить и берут необдуманно так вот много эмоциональных нагрузок на себя набирают. Поэтому организм имеет какие-то пределы. Как только выходит за эти пределы, начинается подъем давления, перегрузка этих систем. А так как наш организм очень тесно связан с психическими функциями, тесно связанными с вегетативными, вегетативными или соматическими, или физиологическими, если, например, и мы это знаем, если человек, например, перетрудился, переработал, он чувствует, что у него головокружение, потому что уже нарушена адаптация внутренних органов и систем. Поэтому как бы очень такие чрезмерные требования, чрезмерное желание быть где-то там... Ну, я не хочу сказать, что впереди это надо быть, конечно. То есть молодежь начала больше испытывать стресс, правильно? Больше испытывать стресс, да. Она сама вовлекается в эти стрессы. Плюс отрицательные эмоции, напряжение. И все это постепенно складывается, накапливается вот в такую стрессовую нагрузку и отражается на сосудах. Но, может быть, это произойдет как бы не одномоментно, не сразу, а идет некоторое накопление, а потом дополнительные еще стрессовые эмоциональные перегрузки. Они могут вот привести и к инсульту. И такое бывает. Как можно себя уберечь от инсульта? Здесь большой комплекс профилактических мероприятий. Это, конечно, контроль за показателями всех функций. Это, значит, контроль за холестерином. Это самое. Потому что холестерин, если он повышен, то вполне возможно, что постепенно он приводит к тому, что сосуды сужаются, кровь идет с большим напряжением. И где-то в каком-то, значит, там участке может не поступить туда кровь, и начинается вот эта ишемия. Этот момент. Профилактика – следить, хотя бы измерять давление, если уже есть признаки повышенного давления. То есть полный контроль за всеми функциями организма. Почти постоянный. Второе. А так как гиподинамия тоже влияет на то, что ослабеет сосуды, значит, зарядка. Раньше вот была хорошая зарядка и по радио, там все вставали, делали там на переменке физкультуру. Вот это неплохо снять эту постоянную... А сколько люди сидят в школе, там где-то еще там в учебных заведениях, в институтах, это создает такую вот гиподинамию, и, соответственно, застой. Где-то там сосудики не срабатывают, тонус. Вот это надо как-то продумывать о том, чтобы гиподинамии не было. Ну и учить людей правильно реагировать на конфликты, понимать смысл конфликтов. Вот сейчас наука конфликтологии работает с этим. Как их разрешать, чтобы не повредить, значит, свою нервную систему, психику, чтобы не возникла тревога, чтобы не возникли неприятные длительно там текущие переживания, которые тоже влияют на сосуды, потому что они вызывают спазмы сосудов длительные. И потом постепенно она слаивается на повышенный холестерин, на гиподинамию, на другие какие-нибудь кратковременные стрессы и могут привести к инсультам. Плюс, конечно, и надо думать о том, что алкоголь очень часто приводит к инсультам. Ну, неумеренное употребление, а некоторым вообще противопоказано и умеренное употребление, то есть контроль за своим здоровьем, за привычками, за поведением. Курение тоже вызывает повышение артериального давления и может привести к инсультам. Вот эти курение, ожирение, алкоголь – самые такие ведущие причины ранней инвалидности людей во всем мире, ну и у нас тоже. Спасибо вам, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам. В студии у нас была Нина Павловна Панюшкина, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии и психиатрии, института повышения квалификации, специалистов здравоохранения, Минздрава Хабаровского края. Будьте здоровы, до новых встреч!